Итак, Nooo N20 это красивый смартфон. Его корпус в угоду современным тенденциям облачили в стекло и металл. Внешний вид смартфона я бы оценил на твердую пятерку. С другой стороны, допускаю, что многие скажут, что такой дизайн не является глотком свежего воздуха, да и вообще частично позаимствован у десятого айфона, но лично мне он по-прежнему заходит. Да и вообще, тактильные ощущения от аппаратов из стекла и металла обычно гораздо приятнее, чем от их пластиковых собратьев. Я тестировал черную версию смартфона, к сожалению, пока не могу сказать, будут ли на нашем рынке альтернативные цветовые решения, но черный корпус выглядит достаточно интересно. Смартфон оснастили дисплеем с диагональю 5,8 дюйма и разрешением Full HD+. Надо сказать, что на сегодняшний день такая диагональ уже не кажется чрезмерно большой и даже совсем наоборот. Девайс ощущается в руке довольно компактным, особенно по сравнению с большинством современных монстров с экранами в 6 и более дюймов. К тому же рамки вокруг дисплея здесь относительно небольшие, и это тоже положительно сказывается на габаритах. Сама матрица здесь выполнена по IPS технологии и по цветовому охвату и углам обзора она очень даже неплоха. Подобный дисплей я видел в аппаратах Huawei среднего ценового сегмента, таких как P20 Lite, например. На лицевой панели присутствует олеофобное покрытие, но отпечатки пальца довольно сильно заметны. Думаю, в первую очередь так происходит из-за черного цвета корпуса. Надо сказать, что он довольно маркий. Частично проблему может решить чехол, который вам скорее всего пригодится, поскольку стеклянный корпус часто имеет свойство выскальзывать из рук в самый неподходящий момент. Если говорить об элементах управления и портах, то здесь все без сюрпризов, но N20 сохранил порт для наушников, а в качестве основного коммуникационного разъема используется USB Type-C. Так что придраться особенно не к чему. Клавиши регулировки громкости и включения расположились на правом торце. На задней стороне, помимо двойной камеры, разместился сканер отпечатка пальца. Как и во всех современных смартфонах, работает он очень шустро и без каких-либо задержек. С точки зрения железа, N20 это типичный середняк. Производитель установил в него восьмиядерный процессор Mediatek Helio P23 в паре с графическим ядром Mali-G71. Игровой эту связку никак не назовешь, но ее производительности достаточно, чтобы аппарат работал быстро и пользователь не ощущал каких-то значительных тормозов и микрофризов при работе с интерфейсом и повседневными задачами. Работает, кстати говоря, устройство на достаточно свежей версии Android 8.1. Разумеется, я не мог не прогнать смартфон в бенчмарках и результат получился следующий. Antutu примерно 84 тысячи баллов, Geekbench 821 баллов в сингл-кор-тесте и 3300 баллов в мульти-кор-тесте. Если говорить об играх, то PUBG запустился и в него в целом даже можно поиграть, но вот некоторые тормоза все же присутствуют. По остальным характеристикам здесь все так же, как и у большинства середняков. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенной, есть поддержка двух сим-карт и LTE. Wi-Fi двухдиапазонный и способен работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. Аккумулятор для подобного размера и форм-фактора здесь тоже довольно обычный. Его емкость составляет 3000 мАч и хватает этого примерно на день работы под средней нагрузкой. Ну а теперь давайте перейдем к наиболее интересным фишкам данного смартфона. И на мой взгляд их тут две. Это камера и звук. Но N20 поддерживает набор программных улучшалок звука. Называется это фишка DTS и надо сказать, что она реально работает. Сразу хочу предупредить, что я ни в коем случае не являюсь аудиофилом или экспертом в области звучания, но разница между обычным среднестатистическим смартфоном и NOA N20 определенно есть. Громкость в наушниках здесь выше среднего, при этом звук на выходе мы получаем достаточно глубокий и басовитый. В специальном приложении можно настроить на свой вкус эквалайзер, активировать усиление басов, вокала или высоких частот. Так что в некоторой степени N20 можно считать музыкальным смартфоном, если конечно к смартфонам вообще такое понятие применимо. Далее камера. В аппарате используется двойной модуль Sony AXM258 на 13 мегапикселей. Он сейчас довольно популярен и ставится в большое количество смартфонов среднего класса. Картинку в хороших условиях освещения выдает вполне приличную, но разумеется до флагманских аппаратов немного не дотягивает. Ссылки на примеры фотографий я добавлю в описании к этому видео и вы сможете скачать и ознакомиться с качеством фото самостоятельно. В сухом остатке хотелось бы сказать, что Noah N20 это смартфон среднего класса, который является флагманом исключительно в модельном ряду хорватского производителя Noah. Тем не менее, он обладает продвинутыми аудио и фото возможностями, классным внешним видом и качественным дисплеем. Правда, если вы относите себя к заядлым игрокам в мобильные игры, этот девайс вам вряд ли подойдет. Субтитры создавал DimaTorzok